Добрый день, дамы и господа! Вновь приветствую вас! Сегодня мы для вас проводим конференцию. Мой коллега Алексей Иванов также сегодня выступит. Перед вами во второй части конференции мы эту школу на две части разбили. И, в общем-то, как вы видите уже перед собой на своих экранах, тема жутко актуальная, просто горячая. Она, наверное, никогда не перестанет быть горячей, потому что это краеугольный камень всего интернет-бизнеса. Где взять клиентов, партнеров, покупателей, ну и всех других категорий пользователей в том числе. Так вот, друзья, касаясь нашего с вами проекта, всем миром, программы развития общественной благотворительности, которая у нас работает по принципу партнерского фандрайзинга, по принципу благотворительной эстафеты, я вкратце еще раз напомню и сформулирую три основных шага, как работает благотворительная эстафета для того, чтобы некоторое вступление сделать. Итак, как она работает? Вы присоединяетесь, принимаете благотворительную эстафету по приглашению одного из действующих участников программы «Всем миром» и оказываете небольшую финансовую помощь. Дальше эта финансовая помощь отправляется, часть ее отправляется на благотворительность, благотворительный фонд «Всем миром», часть ее отправляется вышестоящим партнером по структуре. Таким образом, все мотивированы. Что дальше? Вы получаете возможность самостоятельно передавать благотворительную эстафету дальше, что, в общем-то, и делаете. И чем большему количеству людей вы эту благотворительную эстафету передаете, тем больше денежных переводов начинает поступать на благотворительность, и в том числе вам, как одному из вышестоящих спонсоров. То же самое дальше делают ваши последовательности. И идея наша в том, чтобы эта благотворительная эстафета как можно глобальнее расширялась по всему земному шару, и в итоге это позволит нам с вами достичь очень высоких скоростей по сбору средств для благотворительных целей, то есть эффективного фондрайзинга. Ну и каждый из участников, то есть вас, то есть фондрайзеров, иначе называемых, будет в свою очередь очень щедро вознагражден. Вот такая вот простая система у нас с вами в трех словах, если говорить. И краеугольный камень всей этой системы заключается в том, как бы эффективнее эту самую благотворительную эстафету передавать. А если другими словами, то где взять мне столько лояльных друзей, чтобы моя партнерская структура, то есть ваша, росла как можно быстрее и по возможности приносила как можно больше доход. Вот, в общем-то, сегодняшняя школа как раз и ответит на этот вопрос. И, возможно, ответит на вопрос, который является блокирующим фактором. Действительно, может быть, кто-то считает, что главным блокирующим фактором во всех видах проектов всегда является сумма, которая требуется для участия. В нашем случае это размер оказания финансовой помощи. Но, если быть честным, то блокирующим фактором самым главным является вовсе не сумма. Не важно, какая сумма. Важно то, что люди в первую очередь думают о том, а смогу ли я, ну в нашем случае, найти столько последователей, и смогу ли я сделать это легко, так, чтобы мне быстро и гарантированно вернуть мою оказанную финансовую помощь, ну хотя бы в том же самом размере, то есть отбить вложенные деньги, да, если простым языком. Хоть и о вкладах здесь никто у нас не говорит. Но, тем не менее, это так, да. И если человек ставит перед собой ответ отрицательный, что нет, мне это будет сложно, а может быть у меня нет своих друзей, а может быть у меня нет таких навыков, а может быть я вообще не хочу приглашать и не умею, то такой человек в большинстве случаев может ответить себе нет на вопрос о том, а присоединиться ли мне к программе всем миром. И в итоге у вас не появится нового активного партнера. Так вот, сегодняшняя методика, сегодня мы ее начинаем. На самом деле она будет у нас совершенствоваться, и мы хотим сделать ее фундаментальной теорией, которая позволит самому зеленому новичку, самому чайнику, можно сказать, да, который вообще ничего не знает, не умеет, ни с кем не дружит, с помощью простых абсолютно действий развить большую партнерскую структуру, делая все по шагам, заранее нами подготовленным. Сразу скажу, что для этого даже не потребуется никаких финансовых вложений. Разумеется, при их наличии всегда можно достичь большего результата, но мы с вами будем рассматривать в первую очередь вариант без вложений, потому что вложениями мы можем ограничиться те, которые при старте проекта всемиром произошли. А дальше, чтобы методика была массовой, она должна быть бесплатной. Вот именно такую методику мы для вас сегодня подготовили. И в этой методике нам помог наш партнер. Какова суть методики? Она очень простая. Мы будем говорить о социальных сетях, и здесь всего три шага. Я вам расскажу о сути методики, и дальше расскажу о технологии, которая призвана решить ее очень быстро и очень легко. Что мы делаем? Что делает каждый участник и каждый новичок? Первое. Мы оформляем профиль в социальной сети. Мы это сегодня будем делать на примере социальной сети ВКонтакте, наиболее лояльной и наиболее удобной, и наиболее посещаемой в российском сегменте. И ежедневно вести свою страничку. Что значит вести страничку? Это значит проявлять там активность, публиковать разные интересные материалы, касаемо проекта, и делать все, чтобы ежедневно в ней появлялось не меньше пяти новых публикаций. Но об этом вам уже расскажет Алексей Иванов, и я сейчас расскажу немножко о другом. Итак, после того, как вы оформляете страничку в социальной сети по нашим рекомендациям, вы должны направлять на эту свою страничку посетителей. Но не просто посетителей и не просто направлять. Первое. Желательно, чтобы это были целевые посетители, то есть люди, желательно, которые не понаслышке знакомы с заработком в интернете. Вы понимаете почему, да? Потому что это горячая аудитория, и она наиболее адекватно будет воспринимать вашу информацию. И, конечно, наиболее быстро присоединятся ваши партнеры. Второе. В идеале вы должны не просто приглашать на вашу страничку посетителей, но и добавлять всех посетителей в друзья. Это необходимо для того, чтобы в итоге ваши ежедневные публикации отображались у всех ваших друзей в новостной ленте. Так часто, как часто вы будете их совершать. Причем неважно, одинаковые ли это посты, или разные, или то, и другое, и почаще, и побольше. То есть люди, фактически добавленные к вам в друзья, они становятся вашими подписчиками, и получают, хотят, не хотят ваши новости. Третье. Это увеличивать число людей, которые добавлены в ваши друзья ежедневно, и как можно на большее количество единиц. Вот, в общем-то, простая методика. Ну и, конечно, дальше это помогать вашим новым партнерам, которые присоединились в вашу команду, и научить их, во-первых, информации о проекте всем миром, полноценно, чтобы они могли знать, отвечать на вопросы. И второе. Научить их той самой методике, о которой мы сегодня будем говорить. То есть сделать простейшую дупликацию. Как получаете партнеров вы, точно таким же образом сможет получать их и ваш партнер, и все остальные партнеры вместе взятые. Потому что социальные сети – это бездонная кладезь новых лиц, живых людей, и с каждым днем она, кроме того, еще и увеличивается. Там многие десятки и даже сотни миллионов людей на сегодняшний день имеются. Вот. Ну, я сказал, что, конечно, в этом нам с вами будет помогать наш партнер, который с сегодняшнего дня станет очень хорошим нашим партнером. Мы говорим о проекте Top Leaders. Возможно, кто-то его уже знает. Я в чат отправлю ссылочку, специально которую мы сделали. Это ссылочка teamstream.ru, фактически в переводе командный поток. И именно этот самый командный поток позволяет вам сделать этот сервис. По ссылочке можете пока не переходить, или перейти, или сохранить ее. Потом после конференции все сможете сделать. Сейчас просто послушайте меня внимательно. Итак, каким же образом работает программа Top Leaders, и каким образом она позволяет получить вам огромное число друзей без каких-либо финансовых вложений, и очень и очень быстро, и в том числе эти друзья будут именно той самой целевой аудиторией, которая вам нужна. Работает все очень просто. На сегодняшний день, как я уже сказал, эта программа работает только с социальной сетью ВКонтакте. В ближайшее время мы, думаю, расширим вместе с нашими партнерами перечень социальных сетей. Возможно, здесь будет и Facebook, и Одноклассники. Но ВКонтакте вам на сегодняшний день даже еще и лучше, потому что у нас самая активная группа именно ВКонтакте, дальше Facebook, дальше Одноклассники. Итак, что делает каждый ваш партнер? Первое, он регистрируется, то есть перешел по ссылочке на сайт и регистрируется на этом сайте, входит на этот сайт через свой профиль ВКонтакте. То есть у вас уже должен быть создан аккаунт в социальной сети ВКонтакте, через который вы будете работать. Вы должны быть в нем авторизованы, разрешаете управление приложением Top Leaders и дальше заполняете информацию. Вы эту информацию, в принципе, сможете редактировать, но лучше заполнить ее сразу актуальными данными. Email, телефон, Skype укажите свой и описание информации о своем бизнесе. Она вам понадобится, дальше я покажу где, и ее люди смогут читать, и это будет, в принципе, ваша реклама информацией. И дальше начинается самое интересное и, в принципе, очень и очень простое, как и все гениальное. Каждый человек, который присоединился сюда, присоединился, заметьте, для чего? Для того, чтобы обзавестись большим количеством друзей, которые являются целевой аудиторией. То есть хотят развивать интернет-бизнес и хотят таким образом получить большое количество друзей и подписчиков. Соответственно, каждый человек, который сюда присоединяется, обязан добавить 20 новых друзей из числа тех участников, которые уже находятся в этой программе. То есть они были здесь зарегистрированы ранее, до вас. И здесь действует очень простая схема. Из этих 20 человек 7 – это ваши вышестоящие спонсоры. То есть если провести аналогию с программой «Всемиром», то это участники сертификата, по которому вы регистрируетесь. То есть здесь то же самое. Это 7 вышестоящих спонсоров. Их вы добавляете себе в друзья. И оставшиеся 13 человек – это привилегированные партнеры, которые здесь оплатили VIP-статус. О VIP-статусе мы чуть позже поговорим. Соответственно, вы понимаете, что они получают больше друзей ежедневно, ежечасно и, в общем-то, дальше. Программа автоматизирована. Вы нажимаете кнопочку «Добавить друзья». То есть список из этих 20 человек перед вами. Вы нажимаете кнопочку «Добавить друзья». И перед вами открывается страница. Ну вот случайный человек, который здесь открылся. Перед вами открывается его страничка. И вы нажимаете под его фотографией «Добавить друзья». Сразу после этого система это видит и ставит галочку, что человек добавлен. Таким образом, вы добавляете еще 19 человек. И после этого ваш аккаунт считается активированным. Хочу обратить ваше внимание, что происходит, когда вас добавляют другие люди. Ну или когда вы добавляете других людей. То есть вы зашли на страницу человека. Вы уже стали невольным свидетелем того, что там у него на странице опубликовано. Если это была бы ваша страничка, ну например, вот такая вот, да, то человек, зайдя на нее, мог бы увидеть информацию о том, что у вас что-то интересное, что-то можно посмотреть, какой-то интересный проект всем миром, прочитать какие-то надписи, посмотреть какое-то видео. То есть люди ежедневно в большом количестве заходят на вашу страничку, добавляя вас в друзья, просто заметьте, да, без всяких спамов, без всяких банов и матов. Все хотят добавлять друг друга в друзья, добровольно и осознанно. И таким образом смотрят, интересуются, если их это заинтересовало, они сразу же могут с вами связаться. Если не заинтересовало, то свяжутся потом, не сомневайтесь в этом. Таким образом вы добавляете все 20 человек, и ваша страничка считается активирована. Что дальше? Дальше у вас есть два варианта. Первое, это, ну даже не два варианта, у вас есть две возможности, три возможности. Первое, у вас есть своя реферальная ссылочка для приглашения. Как вы понимаете, таким образом вы можете под собой строить партнерскую структуру, вы можете сюда приглашать людей, совершенно не знающих о проекте всем миром. Можете приглашать и своих партнеров, в том числе по проекту всем миром, всех-всех-всех. И таким образом все, в общем-то, участники проекта сюда людей приглашают. И за счет этого проект Top Leaders обзаводится ежедневно большим количеством аудитории. Это несколько тысяч новых пользователей в день. То есть на всех хватит, да? В итоге, я думаю, что через месяца-два тут будут сотни тысяч людей, и это будет очень здорово. Но ваша задача основная – это не самостоятельно приглашать сюда новых людей, хотя и это тоже не исключено. А ваша задача – работать с теми людьми, которые уже находятся в базе этого проекта. И делать это, можно же, как я сказал, абсолютно бесплатно и в большом количестве, получая ежедневно друзей. Ценно, когда не просто вы добавляете, как вы уже заметили, да? То есть когда вы добавляете, вы смотрите на странички друзей. Ценно, чтобы добавляли в друзья вас. И как это сделать, если вы не хотите звать сюда никого, допустим? Сделать это можно с помощью внутреннего сервиса под названием «Ротация». В «Ротации» принимают участие все желающие, и это бесплатный способ ежедневно получить большое количество новых друзей. Работает «Ротация» очень просто. Вы добавляете 10 людей из предложенного списка, и после этого вас гарантированно добавят 20 раз. Ну, соответственно, я думаю, что скоро здесь изменится на соотношение один к одному, потому что это не совсем правильно. Ну, в любом случае, да, если у вас после этого добавят 10 новых друзей, то таким образом произошла ротация, как вы понимаете. Вы снова можете сюда пойти, снова добавить 10 новых друзей, и снова 10 людей добавят вас. То есть, в итоге, за один цикл ваша подписная база с друзей растет на 20 человек. В день вы можете сделать практически неограниченно. Я уж не знаю, есть там какие-то лимиты ВКонтакте или нет, или есть какие-то лимиты внутри топ-лидерс. Вы можете таким образом увеличивать базу друзей. После этого, то есть для чего ее увеличивать? Как мы уже сказали, вы публикуете, репостите и делаете активность на своей стене материалами об участии в проекте Всемиром. И дальше ваши добавленные друзья в своих новостных лентах видят эти ваши публикации. То есть, и даже если они вдруг не обратили на ваш профиль внимание в первый раз, когда сами вас добавляли, они обязательно рано или поздно обратят внимание на то, что им приходят новости о проекте Всемиром от вашего лица. Но сейчас о хитростях вам еще Алексей Иванов расскажет, я немножко еще расскажу дальше. Есть возможность сделать ваше участие в топ-лидерс еще эффективнее, и в этом, наверное, есть основная фишка. Это получить статус VIP. Сразу скажу, что здесь уже речь идет о некоторых инвестициях и вложениях. Это небольшие суммы, это всего 10 долларов в месяц, но статус VIP, который вы за эти 10 долларов можете подключить на один месяц и дальше продлевать его, если захотите еще за 10 долларов, является, во-первых, возможностью вывести вас в те самые 13 человек из 20, которых добавляет каждый новый участник, присоединяющийся к системе. То есть, вы понимаете, вы только-только подключаете статус VIP и можете наблюдать, как с ошеломительной скоростью к вам начинают поступать заявки в друзья. И этих заявок может быть сотня, две сотни, три сотни в день. Это люди, которым вас система выдает в числе тех 20 обязательных человек, которых им нужно добавить в друзья. Вы достигаете тем самым огромного охвата просмотра своей страницы. Если ваша страница при этом оформлена отлично, не сомневайтесь, у вас появляются новые регистрации, новые друзья, новые партнеры в проекте «Всемир». Что еще в статусе VIP интересного? Ваша информация, помните, да, при регистрации там было поле и в профиле оно у вас имеется. Информация о вашем бизнесе. Вы ее можете редактировать каждый раз, новую делать, как-то по-особенному оформлять здесь. Оставлять свой скайп и ссылочку на страничку ВКонтакте. У каждого участника время от времени в режиме ротации появляются предложения от VIP-пользователей. То есть фактически это транслируется профиль VIP-пользователей. Чем чаще ваш профиль, тем большему количеству людей будет показываться. Если в этом профиле еще будет написано каким-то интересным образом о системе «Всемиром», то, безусловно, к вам уже целевые участники начнут заходить на страничку и интересоваться именно вашим этим статусом. Ну и это еще не все. Видите, здесь наверху есть такая штучка, как партнерская программа. Вот эти вот 10 долларов, которые оплачиваются за статус VIP, очень интересно укладываются в существующую здесь партнерскую программу. А именно 1 доллар с каждой оплаты берет себе сам проект, а 9 долларов идет семерым вышестоящим пользователям. А именно по 2 доллара первому и второму уровню, и по одному доллару, по-моему, всем остальным семерым. Нет, не семерым, а пятерым. То есть первым двум по два, остальным пятерым вышестоящим по одному доллару. Таким образом, здесь можно зарабатывать. Подключая статус VIP, вы также начинаете участвовать в этой партнерской программе. И если вы, в свою очередь, по своей реферальной ссылочке, начинаете приглашать в топ-лидер своих партнеров, они оплачивают статус VIP. Для чего они это делают? Ну, скорее всего, для того, чтобы получать больше новых партнеров и новых друзей. То с каждого такого друга вы получаете 2 или 1 доллар. И с каждого их друга, соответственно, тоже. Но это вам система знакома. Она похожа на наше с вами вознаграждение в системе всем миром. Но, как я уже сказал, это даже не обязательно. Это для наиболее продвинутых и наиболее голодных до общения с потенциальными клиентами людей. Потому что к вам добавится огромное количество сразу участников. Вам с ними можно будет общаться день и ночь. И проблема приглашений для вас, в принципе, будет решена. Проблема того, где взять вам потенциальных партнеров. А как вам сделать так, чтобы вас не посылали, когда вы добавляетесь в друзья к незнакомым людям. А как вам сделать так, чтобы вас еще и не заблокировал ВКонтакте за то, что люди будут жаловаться, что вы им там спам какой-то кидаете. Все это практически решается. И можно это делать бесплатно. Вот теперь давайте я передам слово Алексею Иванову. И мы рассмотрим более детально, как же именно нужно оформлять и что нужно делать в своем профиле, чтобы данная методика приносила как можно большую эффективность. Я передаю сейчас слово Алексею. Свою презентацию я переключу. Алексей, пожалуйста, твоя очередь. Итак, дорогие друзья, давайте сначала проверим связь. Немножко плюсиков поставьте, и мы узнаем, слышно ли нас. Да, хорошо, спасибо. Вот еще как раз напомню про то, что можно добавлять в ВКонтакте 40 человек в день. То есть если использовать ротацию, по 10 человек за одну ротацию вы добавляете сами, 80 человек добавляется к вам. То есть 80 человек зайдут на ваш профиль и посмотрят на него, чтобы перед тем, как добавить в друзья. И если, друзья, он будет у вас выглядеть классно, если он будет выглядеть гармонично и в тему с вашим проектом, то, ну, я думаю, человек обязательно хотя бы заинтересуется и посмотрит некоторую информацию. Потому что, когда есть какая-то гармония в профиле, все четко, ну, как-то все гармонично, то очень-очень сильное внимание обращается. В принципе, я это заметил сразу же, как только подключил статус VIP в топ-лидерсе, люди начали писать, статистика у меня в личном кабинете всем миром резко просто подскочила. Да, и это были просто не какие-то там непонятные люди, которых я где-то ловлю в интернете, пишу сообщения в личку, стучусь в двери и так далее. А это те люди, которые действительно заинтересованы в дополнительном доходе, в заработке в интернет и продаже и предложении своих товаров и услуг. И еще один момент, то, что эти люди, я думаю, как и вы, тоже не все участвуют в одном проекте, люди, да, не все прям являются фанатиками и с головой уходят в один проект. Да, иногда люди используют несколько проектов, несколько источников доходов. В моем случае, да, я занимаюсь только нашим проектом сейчас, но, конечно же, пробую другие проекты для того, чтобы из них пригласить в наш проект. Потому что в те проекты, которые я приглашаю людей, точнее, те проекты, которыми я интересуюсь, я вижу, что они, ну, очень недолговечные и сразу видно, что с ними будет в итоге. Поэтому оставить, свой след в контакте этого человека, это очень круто, потому что он, когда вернется, он обязательно начнет интересоваться и захочет восстановиться в проекте. Я, кстати, узнавал, что сейчас очень-очень много вопросов задают в службе поддержки онлайн-консультанту, как мне вернуться обратно, сохранилась ли моя структура. То есть люди начинают массово возвращаться в проект. Это очень здорово. И давайте сейчас как раз-таки я объясню, как сделать все-таки гармоничный и классный профиль для того, чтобы люди, когда переходили, видели действительно того человека, который занимается проектом серьезно и готов то же самое показать ему. Потому что люди тянутся, они не тянутся на компанию, они тянутся к людям другим. И если они видят, что у этого человека все в порядке с головой и что он умеет применять эффективные методики, эффективные технологии, люди к ним тянутся сами. Вот. И первое, что необходимо оформить, это, друзья, фотография. Это самое главное ваше лицо. И такую я систему придумал, как я буду вам это все рассказывать. Первое, это действие, то есть, как сделать так, сейчас, секундочку, что нужно сделать. Второе, это рекомендация, как это сделать эффективнее. Третье, это урок, как это сделать. Четвертое, это примеры, то есть, наглядный результат, как сделать лучше и как делать не стоит. И пятое, это материалы, там будут картинки, текст, видео и другие материалы. Все это будет подготовлено в хелп-центре, в центре помощи, в котором будут все эти методики, то, что я вам сейчас поверхностно расскажу, как это сделать, все будет выложено и расписано пошагово, прямо по циферкам 1, 2, 3, 4, 5, и все будет круто. Первое, что нужно сделать? Нужно добавить презентабельную фотографию, аватар ВКонтакте. По поводу рекомендации, как сделать фотографию вашего профиля ВКонтакте привлекательной? Ну, во-первых, необходимо иметь приличный или опрятный вид, желательно позитивный настрой, потому что с грустными фотками смотреть на вас дольше секунды никто не будет. Максимальное качество изображения. Постарайтесь сделать фотографию максимально качественную. Сейчас я расскажу, как это сделать получше. И желательно какой-то фирменный отличительный знак. Я вижу, что некоторые участники самостоятельно добавляют логотип. Видите, у меня логотип добавлен на аватарке, где я выступающий, в левом верхнем углу. Там у меня логотип просто поверх фотографии лежит. И в профиле ВКонтакте вы видите, что у меня логотип он под фотографией и написано, что это бизнес 21 века. То есть можно делать это в разных вариациях. Как это делать? Я сниму специальный видео урок, покажу, как это делается очень просто. В простом редакторе, многие из которых вам уже известен, делайте вы им скриншоты. Это сервис PrintScreen. В нем же можно редактировать и делать фотки. Для этого мы подготовили специально в разных цветах, то есть для светлых, для темных фонов логотип всем миром, то есть разные вариации в векторе и в PNG, то есть в прозрачных картинках, как вы видите, логотип в самой комнате. То есть нужно будет просто этот файл скачать и брать оттуда, прикреплять. То есть сейчас можете даже не заморачиваться по этому поводу. Всему вы этому научитесь, когда будут готовы уже видеоуроки по этому. Как сделать такое фото, если у вас пока еще нет подходящего снимка, для этого нужно одеть самую презентабельную по вашему мнению одежду. То есть какой-то камуфляж или еще какая-нибудь повседневная одежда, ну в принципе она не придает вам лоска. Если вы конечно каждый день одеваетесь по высшему разряду, то конечно же подойдет. для фотографии используйте максимально возможное качество картинки и сам аппарат, с которого будете делать фотографию. Это фотоаппарат, видеокамера, мобильный телефон или планшет. То есть если у вас есть классно снимайте, если нет, ну друзья попросите у друзей, у родственников, у кого-нибудь попросите сфотографироваться, потому что если вы действительно хотите зарабатывать деньги в интернете, то ваше лицо должно выглядеть презентабельно. То есть вы должны выглядеть презентабельно. Когда будете делать снимок, постарайтесь выглядеть наиболее естественно. Расслабьтесь, подумайте о хорошем и просто станьте самим собой. Не нужно строить из себя того, кем вы не являетесь. Люди это чувствуют, даже с фотографией. Если не хотите улыбаться, не улыбайтесь, потому что натянутая улыбка человека не красит. Постарайтесь, чтобы освещенность позволяла сделать красивый снимок. То есть как определить, нравится ли вам фотография или нет. Это очень просто. Вы на нее смотрите, разгоняете все свои мысли, нравится, не нравится. Если есть какие-то сомнения или какой-то внутренний дискомфорт, просто переделайте фотографию. Если есть такой опачки, есть, это то, что надо. Я допустим эту фотографию сделал, я посчитал, что это то, что надо. Самое то. Когда я именно в естественном состоянии, и она очень такая магнитная получилась. Многие люди даже просто пишут, что у вас такая классная фотка. Я говорю, ну, просто был сам собой в этот момент, в эту секунду. Далее. Прикрепите логотип в полворд поверх вашей фотографии или вниз фото. Если внешний логотип будет мешать на фотографии. Это позволит посетителю страницы понять, что вы занимаетесь проектом и что он вам нравится. Вот. Если вы участвуете не только во всем миром, не стоит прикреплять логотипы всех проектов. Друзья, это не придаст тоже какой-то презентабельности вашей аватарки. Я вам дальше покажу варианты, которые лучше желательно не стоят. Вот. Уроки будут готовы для вас специальные подготовлю я уроки. Некоторые уже готовы, в принципе, но нужно просто все это дело опубликовать. Это урок по ретуши фотографий или как убрать недостатки фотографии. Будем пользоваться специальным сервисом, который убирает красные глаза, убирает ненужные прыщики, убирает блики. Много всяких таких фишек делает, которые людям иногда бывают не нравятся. Дальше мы научимся прикреплять логотип и любую картинку к фотографии. То есть с помощью простейшего видеоурока и простейшего редактора вы научитесь делать очень-очень классные вещи. И также будет видеоурок как добавлять непосредственно сам аватар ВКонтакте. Если есть какие-то сложности технические, то вы в принципе это все сможете увидеть. Но это такой самый-самый базовый урок. Так, теперь мы, друзья, я вам покажу примеры, какие аватары можно использовать, а которые лучше нежелательно. Вот сверху сейчас вы видите те аватары, которые можно использовать. то есть это либо в пол роста, ну можете в полный рост, можете ну просто показывается лицо человека в естественном состоянии, ничего там нет никаких искусственных улыбателей или еще чего-то, каких-то гримас, таких типа я крутой, вы ко мне добавляйтесь, тут все в мой проект быстро заходите. снизу фотографии которых лучше друзья такие фотографии не добавлять на свой аватар. Вот первый человек кстати который в топ лидерси ко мне я к нему добавился потому что мне пришлось это сделать это вот как раз фотка парня который прям весь в логотипах ну он конечно молодец у него у него там я с ним пообщался немножко у него продажи идут но как бы я не рекомендую этим заниматься потому что чтобы продавать товары с таким логотипом это нужно очень очень сильное намерение свое иметь что будет все проходить на ура вот такие аватарки разные лица которые не соответствуют вашему естественному состоянию как вы видите справа внизу то есть не стоит этого делать далее что необходимо сделать необходимо заполнить информацию о себе да и добавить статус то есть статус вы знаете где то есть вот вверху видите у меня здесь написано люди будут сами отправлять вам деньги пишите влс то есть личное сообщение расскажу подробнее как написать нормальный статус да то есть нужно написать какое-то интригующее предложение основанное на том на вашем проекте да то есть на нашем проекте то есть либо люди сами будут отправлять вам деньги либо какие-то другие лозунги которые вы уже видели у нас которые работают с первого дня вообще когда еще был даже goldline вот кстати люди будут сами отправлять вам деньги это самое первое и я им пользуюсь вообще до сих пор это самое классное работает и пишем к примеру люди будут сами отправлять вам деньги узнайте почему и можно написать ссылку ну хотя ссылка она не активная в статусе вконтакте и возможно кликать ну копировать ее и вставлять в строку браузера никто не будет люди уже настолько обленились что им нужно просто кликнуть по ссылке и ссылку эту вы можете написать в разделе контактная информация веб-сайт да то есть люди будут видеть вашу ссылку и по ней могут кликнуть контактную информацию что нужно писать в контактной информации в информации о себе вообще покажите свое стремление куда вы стремитесь вообще наверное вы стремитесь к успеху к благополучию или можете написать какие-то уже достигнутые вершины опишите свои интересы увлечения какие книги вы любите какие ну какие фильмы смотрите в принципе тоже можете написать я вообще телевизор давно уже вот вы можете описать не то что вы прям вот уже достигли заработали миллионы а то куда вы стремитесь вот это на самом деле тех людей которые только-только начинают с вами сотрудничать их цепляет не то чего вы уже достигли а то куда вы стремитесь потому что вам по пути люди это просто как-то не знаю на каком-то тонком уровне чувствуют и тянутся за такими же людьми далее вы видите так сейчас я слайдик другой включу здесь мы видим фото статус да то есть это четыре фотографии которые показываются в такой ленте да из которых можно собрать пазл и собрать какую-то красивую картинку которая тоже имеет отношение к нашей компании то есть это или технологии партнерского фондрайзинга или я в общем разных много фото статусов наделаю в принципе четыре штуки уже готовы то есть завтра даже я наверное уже возможно попрошу чтобы опубликовали в группе ссылку на скачивание фото статусов в принципе можете у меня прям фотографии эти скачивать потому что у меня эти все статусы они загружены в моих фотографиях просто сохраняете картинку и загружаете себе вот в порядке они именуются 1 2 3 4 первая фотография по четвертым номером вторая фотография по третьим номером третья под вторым и четвертая под первым чтобы они у вас загрузились именно в обратном порядке да и получилась нормальная картинка но урок как делать фото статус в принципе я вам даже сейчас прям скину чтобы вы уже посмотрели и смогли может быть какую-то свою даже картинку сделать то есть фото статусы можно добавлять как уже готовые картинки так и делать в приложениях то есть приложение есть в контакте специальные которые делают фото статус вы загружаете целиковую картинку и вам он загружает его фото статус на стену но там единственный минус то что когда по ним кликает человек то он видит там маленькую маленькую фоточку а когда мы загружаем наши готовые картинки то открывается большая красивая фотография этой частички и обязательно обязательно разместите в описании этой фотографии ваше какое-то мотивационное предложение типа люди будут сами отправлять вам деньги и вашу партнерскую ссылку это обязательно потому что люди по ним кликают да то есть это я все по статистике проверял на UTM метках и люди действительно на них кликают вот и переходят с них же на сайт так сейчас я вам ссылку скину как сделать фото статус можете посмотреть в принципе и применять уже в ближайшее время а кстати я вам сейчас скину еще ссылку я просто эти видео уроки снял ну год назад да может даже чуть-чуть побольше вот здесь будет как добавить аватар статус информацию о себе аватар статус и информация так вот два урока в принципе у вас будет потом запишите или можете в принципе скопировать так и мы двигаемся дальше фото статус мы с вами сделали поехали дальше дальше нам необходимо добавить видеозаписи и видеозапись эту мы будем добавлять со своей пригласительной ссылкой да то есть видите вы у меня сейчас так да вот на этом слайде вы видите в принципе снизу запись которая запись она закреплена есть какой-то текст ну в данном случае я описывал партнерский фандрайзинг вот и по проекту что-то писал видео мы загружаем сначала на youtube да почему на youtube потому что на youtube дополнительно у вас будет видео продвигаться в топ youtube да ну если конечно вы будете его продвигать в принципе если его будут даже смотреть только в контакте оно там почему-то просмотра не учитывается вот поэтому загружайте в youtube и в контакте уже вы сможете загрузить прямо из youtube добавив ссылку как это сделать друзья тоже если вы этого не знаете как это сделать более подробно я конечно же все это сделаю в видеоматериалах и конечно в текстово-графическом чтобы любой человек смог абсолютно посмотреть и сделать это прям вот от и до по шагам на какую кнопку нажать какую картинку взять какую скачать откуда брать эти видео да то есть их нужно скачивать из рекламных материалов в личном кабинете всем миром и потом уже добавлять на youtube и загружать в вконтакте да или в другую социальную сеть да сегодня мы говорим про вконтакте но в принципе все о чем мы вам сегодня рассказываем это можно делать в любой абсолютно социальной сети но как бы я я рекомендую либо делать все параллельно если вы развиваете несколько социальных сетей либо взять какую-то одну и довести просто ее до идеала ну это до идеала ее довести ну максимум 2-3 дня может быть вот если даже просматривать видео уроки все это выполнять вот после того как вы добавите видеозапись то смотрите что происходит когда к примеру вас добавляют в друзья к вам заходят на страничку видят вашу классную аватарку видят фотостатус он тоже очень привлекает внимание когда он гармонично смотрится не когда там куча просто разных фотографий а когда какая-то определенная гармоничная картинка они дальше обращают внимание на имя на статус то есть у некоторых статусах либо ничего не написано либо написаны какие-то ссылки с большими реферальными окончаниями в общем очень страшно смотреть а когда просто по-человечески написано ну как-то даже смотреть интересно далее что человек сразу видит вашу видеозапись потому что не обратить внимание на это нельзя просто если есть какое-то предложение и это все до того то есть аватар фото статус статус человеку приятен понравился он опускает глаза дальше и видит видеозапись то есть если он смотрит видеозапись он уже дальше принимает решение нужно ли ему это или нет да то есть задача задача она выполнена то есть человек к вам пришел сам посмотрел вашу информацию те люди которые будут интересоваться они будут спрашивать они будут писать вам личные сообщения сейчас я вам пару примерчиков приведу какие сообщения есть и вообще как возможно на них отвечать в принципе это не прямо не аксиома что именно так нужно отвечать да то есть я просто рассказываю свой пример и как я например отвечаю таким людям если вам не сильно видно хорошо да то я зачитаю вот первое приветствую Алексей рад знакомству вам открыт вы открыты к новому предложению то есть вот этот человек мне написал да в принципе что ему можно ответить да конечно привет Денис я тоже рад знакомству если есть какое-то предложение я с удовольствием его выслушаю присылай ссылку я посмотрю вот если в этом случае что может человек сказать он может сказать давай в скайпе поговорим ну минут 30 это всего займет но на самом деле друзья 30 минут на разговор это очень много если тем более вы в этом не заинтересованы а когда вы продвигаете свой проект вы в этом явно не заинтересованы вот поэтому просто от человека можно либо получить ссылку на его проект можно в принципе и посмотреть даже почему бы и нет может он предлагает какой-то классный сервис типа топ лидерс да я тоже игнорировал где-то около месяца этот топ лидерс я говорю ну вы ребята уже задолбались этим топ лидерсом я зашел посмотрел ролик и понял что это именно та штука которая мне нужна вот и далее вы человеку можете свою ссылку скинуть если кто-то очень многие пишут прям сразу спам то есть здравствуйте я вот такой такой-то я вам предлагаю такой-такой-то скидывает сразу ссылку некоторые пишут сразу с собачками как вы видите да то есть человека уже забанили он еще не успел у всех предложение свое сделать как его уже забанили вот Евгений вот пишет добрый день вам интересен заработок в сети да что можно ответить можно ответить правду да конечно Евгений добрый день конечно меня интересует заработок в сети и он вам что-то дальше предложит да все абсолютно все ответы этих людей предсказуемыми становятся ну через наверное 10-20 разговоров да общения то есть ответы их уже примерно ясны какие они будут да то есть если я скажу да мне интересен заработок он мне предложит свое предложение это естественно мы его с удовольствием принимаем и потом предлагаем ему свой да то есть есть такой вариант вот Ирина к примеру пишет здравствуйте Алексей меня зовут Ирина я очень рада нашей с вами дружбе вы не будете против если я вам сделаю интересное предложение это все одно сообщение и тут она уже как бы за меня решила что я не против и начала мне рассказывать о дополнительном доходе да то есть мне это не понравилось то что человек за меня сразу принял решение и начал сразу рассказывать про свой проект я таких людей просто игнорирую ну просто не трачу на них время да я общаюсь только с теми с которыми мне приятно интересно да те кто действительно заинтересованы в общении в таком да в некоторой битве в которой победит тот кто больше знает о своем проекте да тот кто больше знает плюсов преимуществ так же своей просто целеустремленности в принципе даже можно вообще не общаться потому что люди заходят регистрируются активируются оказывают финансовую помощь и почему-то вот интересно то что даже связываясь в скайпе в контакте и люди просто даже не отвечают они просто там начинают кого-то приглашать ну просто привыкли наверное действовать самостоятельно да потому что эти люди они уже зарабатывают в интернете или они хотят зарабатывать ну как бы они давно в этой теме поэтому они даже могут вас не напрягать они просто у вас зарегистрируются активируются окажут финансовую помощь и будут строить вам структуру не отвлекая вас вообще вот такие некоторые переписки есть да то есть к примеру Александр пишет здравствуйте мне вас предложила сеть топ лидер давайте дружить и обмениваться опытом там добрый вечер окей давайте дружить а какой проект вы продвигаете он спрашивает меня я говорю я развиваю программу whole world у меня на стене презентация и он пишет мне сразу же отлично в честь нашего знакомства он мне там делает подарок но это в принципе тоже предсказуемый ответ Ирина пишет то что Алексей меня заинтересовал ваш статус поясните пожалуйста вот и я ей пояснил она там сказала спасибо за информацию но пока отложу я говорю конечно можете отложить работаем давно и еще будем больше работать вот Ирина пишет что причина банальная не средств чтобы начать ну это в принципе у многих людей да и я ей говорю то что вас никто не торопит желаю больше позитивных мыслей думайте о лучшем она придет к вам да все в принципе у человека есть контакт она если ее это как-то зацепило да она потом в принципе вас может найти и может даже очень скоро даже быстрее чем вы думаете вот Яна пишет там здравствуйте расскажите о своем заработке пожалуйста все небольшую суть просто вот рассказываю там кто-то да вот Ольга добрый день Яна я всем просто объясняю суть там небольшой текст как это все происходит я один раз подарила 100 долларов 50 отправляются участникам которые уже когда-то это сделали и 50 в благотворительный фонд всем миром теперь когда люди регистрируются по моей ссылке и также оказывают финансовую помощь на 100 долларов я получаю денежные переводы на свой кошелек валит ван со всей структуры вплоть до седьмого уровня да то есть можно и так написать вот и еще один такой момент который нужно вам донести это плюсы этой методики во-первых это целевая аудитория реальных людей да то есть это те люди которые активны которые ищут своих партнеров потенциальных своих клиентов они ищут людей которые могут помочь им зарабатывать деньги да и в связи с тем что не все люди участвуют в нормальных проектах они конечно же интересуются теми проектами в которых они смогут надежно и уверенно работать дальше люди к вам добавляются сами да то есть вы добавляете несколько вам добавляется в два раза больше а это бесплатный сервис то есть он позволяет бесплатно нарабатывать эту базу людей базу контактов здесь не надо долго объяснять суть нашего проекта потому что эти люди это не просто человек который сидит в социальной сети вы ему написали там в личном сообщении что такой-то проект а он сидит в социальной сети он может быть ищет запчасти для своей машины там ему вообще он просто далек от этого а здесь люди именно у них фокус на заработок и они в принципе врубаются очень быстро суть вашего проекта не обязательно писать личные сообщения да то есть не обязательно стучатся опять же к людям и писать сообщения они сами добавляются и сами будут вам писать но если вы конечно активны и хотите увеличивать свой доход в разы больше то конечно же можете писать личные сообщения так как умеете либо так как сможете научиться можете в принципе вот есть одна очень классная вообще рекомендация друзья вас начнут приглашать те люди которые зарабатывают очень большие деньги они вас будут приглашать на звонки в скайп сразу сразу на звонки в скайп то есть уделите там столько-то минут для разговора друзья я вам хочу сказать что у вас есть просто великолепнейшая возможность получить ваши бесплатные тренажеры вы можете просто дать этому человеку скайп созвониться с вами созвониться с ним да то есть вам не обязательно ему давать свои деньги вам не обязательно вступать в его проект но они очень сильные сразу скажу они очень сильные и они вас могут убедить уже вступить в их проект но это вы просто когда разговариваете вы представляете на том проводе просто свой бесплатный тренажер свой мощный бесплатный тренажер и просто слушайте что они вам говорят и где их сила вы узнаете где их сила друзья а их сила в знании своего проекта от и до это но это это так так и есть то есть если мне к примеру кто-то кто-то меня спросит про проект какие-то вопросы на какие-то ответить да то есть я ему смогу рассказать практически все да то есть если какие-то мне вопросы не будут понятны я зайду на сайт к онлайн консультанту или просто в личку обращусь и узнаю точный ответ на вопрос поставленный да то есть на все вопросы которые вам задают есть ответы вот то есть бояться нечего можете брать и тренироваться еще этот сервис он без банов и блокировок то есть когда люди добавляются к вам друзья сами вам не надо никуда вступать ни в какие группы не делать репосты какие-то левые люди добавляются к вам сами да и вы тоже добавляете реальных людей вот пока что этот сервис развивает активно базу свою здесь очень очень много реальных людей да то есть конечно попадаются фейки какие-то ну то есть не настоящие аккаунты но друзья не стоит их игнорировать потому что эти люди которые создают фейки они наверняка еще даже больше заинтересованы в заработке денег так что добавляйте всех абсолютно это не проблема потом его удалить вот ну в принципе если кто-то потом станет друг собачкой на долгое время и вам будет не нравится на друзьях вы можете его просто удалить вот но дело в том что что еще один важный момент немножечко прошу прощения у вас еще чуть-чуть буквально на 5 минут я задержу это очень очень важная информация когда вы добавляете аудиторию целевых людей то вам необходимо обновлять прийти свои публикации да то есть делать какие-то посты можете добавлять вообще каждый день видеозаписи своей ignon их заново на страницу да то есть у вас одна видеозапись вы ее на страницу опубликовали потом запись запись эту удалили со стены и на следующий день снова опубликовали и это все отобразится в новостях в ленте новостей так сейчас я постараюсь этот слайд найти так слайд не вижу ладно а то есть это будет все в ленте новостей отображаться и такой тоже ключевой момент как сделать так чтобы не ломать себе голову придумывать что вам публиковать друзья все очень просто заходите в официальную группу всем миром и делайте репост то есть нажимаете вот этот на этот микрофончик у вас откроется модальное окошечко и в комментарии вы добавляете свою партнерскую ссылку чтобы человек смог перейти по ней до увидев репост чтобы ему далеко не смотреть он увидит вашу обязательно партнерскую ссылку и кликнет на нее да то есть таким образом у вас будет постоянно свежая информация у компании да вы просто делаете репосты вы можете ко мне на страницу зайти у меня ну постоянно я делаю репосты но иногда просто иногда свои публикации делаю мне проще конечно сделать репост вот это очень просто и таким образом у вас постоянно свежая информация Те люди, которые будут к вам добавляться, будут видеть нужную вам информацию. Тем самым вы сможете развивать свою структуру всем миром очень-очень быстро. И на этом я еще разочек передам микрофон Александру. Наверняка есть пару слов сказать, и мы тогда уже будем завершать конференцию, друзья. Желаю вам провести прекрасные выходные, прекрасные праздники. Поздравляю вас и с наступающим 1 мая, и с наступающим 9 мая. И обязательно сообщим о материалах, как это сделать все технически. Сегодня мы показали, как делать. В течение недели будут готовы материалы, как это делать. Так, нет, сегодня мы рассказали, что делать, а потом мы вам покажем, как это делать. Так, передаю трубочку. Здорово. Спасибо, Алексей, за столь подробную информацию. Давайте несколько плюсиков. Ну, в принципе, достаточно плюсиков от Алексея. Будет ни одна, что у меня слышно сейчас. Да, есть плюсик. Спасибо. Действительно, есть у меня пару моментов, которые я бы хотел добавить. Вот обратил внимание на то, когда Алексей рассказывал, что именно пишут участники друг к другу, которые добавились в друзья, и что наиболее эффективно было бы писать. Для себя я подметил еще раз тот факт, что действительно очень лестно, когда другие люди интересуются вашим бизнесом. Это, наверное, верх цели, которую вы можете достичь, если вас просят рассказать о вашем бизнесе, а если даже не просто просят рассказать и в просьбе в этой вы можете усмотреть какой-то подвох, лучше все-таки посмотреть, что у человека за бизнес и спросить его даже несколько конкретных вопросов, чтобы он прям проникся, что вы действительно заинтересовались его бизнесом. И вот в таком общении человек сразу раскрывается, если он видит, что перед ним, в принципе, действительно интересующийся, небезразличный человек, партнер потенциальный, и тогда у вас завязываются теплые дружеские деловые отношения. Ну, сказал, дружеские деловые отношения, да, конечно, это немножко разные вещи, но может быть и так, и так. Вот. Вы можете и не ставить перед собой цели вступить в его бизнес, но вот мы ведем такую политику, что мы не опасаемся, вот, знаете, да, многие сетевые компании, они прям запрещают там участвовать в других проектах, MLM-проектах, ну, строго, категорически под страхом там удаления, блокировок. Мы этого не делаем. Мы настолько сильно уверены в том, что наш проект является вне конкуренции, что мы этого никому никогда не запрещаем. Он вне политики, вне конкуренции, он уникальный. Поэтому мы будем только рады, если вы начнете интересоваться различными бизнесами, различными методиками. Сейчас многие продвигают бизнес-методики, да, одновременно вот как топ-лидерс, например, это и бизнес, это и методика. Вы будете узнавать для себя что-то новое, вы будете таким образом знакомиться с социальными партнерами и в таком общении можете просто заодно рассказать им о том, чем занимаетесь вы, да, то, что какой у вас классный бизнес, мне очень интересно, сейчас получу очередные там 350 долларов на следующей неделе из Whole World и, в принципе, наверное, к вам тоже присоединились, да, то есть буквально пару фраз, и человек уже идет знакомиться, где же вы так интересно там получаете. Ну, можно импровизировать много. То есть основная суть в том, еще раз замечу, что люди очень любят, когда интересуются их бизнесом. Главное, делать это искренне, и чтобы не было подвоха в ваших этих вопросах. Будет супер. И еще второй момент я заметил, то, что глобальная цель, которую мы все вместе с вами можем достичь, активно применяя эту методику, и наиболее эффективный результат будет, конечно же, у тех, кто прямо сейчас, у истоков этой методики будет, будет активно ее применять, это увеличение концентрации вирусной информации о проекте всем миром вокруг сетевого сообщества, внутри сетевого сообщества. То есть сейчас я иногда посматриваю в топ-лидер с надзавными вип-объявлениями, много разных вижу, и очень-очень мало, вообще практически никого из проектов всем миром я не вижу. Вот то же самое делают и другие участники, они никого не видят из проектов всем миром. А вы знаете, что информацию усваивается рекламная на пятый-седьмой раз. Поэтому чем активнее мы с вами, на эту методику навалимся все вместе, тем эффективнее начнут уже через несколько дней появляться весомые результаты, то есть помимо добавления в друзья, начнут появляться именно реальные результаты, активации больше, оказания помощи у вас будет больше. Эта методика начнет отрабатывать и у вас, и у ваших новичков намного эффективнее, чем даже на самом старте. Поэтому вот на этом, наверное, я завершу. Не буду больше вас задерживать, и так сегодня больше часа конференция у нас длится. Ее запись мы постараемся опубликовать как можно быстрее и выложить в наши официальные сообщества, для того, чтобы вы могли еще раз спокойно ее пересмотреть, осмыслить, поделиться со своими партнерами, но и обязательно, конечно, сделаем рассылочку. Все ссылки у вас сохранились, я думаю, что вы их скопировали, поэтому сейчас не смею больше вас задерживать. Также желаю вам приятных выходных, отлично отдохнуть, но может кто-то не будет отдыхать на праздниках, будет использовать это время более эффективно, хотя отдыхать нужно. Поэтому всем желаю успехов, и до скорых встреч на следующей конференции. Я думаю, будет через неделю, как я вам обещал, будут интересные новости, а может быть и школа будет даже впервые. На этом все, еще раз до свидания, и спасибо, что сегодня.